Ну а сейчас к другим событиям. Почти две недели прошло с момента введения чрезвычайного положения в Египте. Как вернуть деньги за путевки, если вы решили отказаться от отдыха и какие меры безопасности соблюдать, если вы все-таки намерены ехать отдыхать в Арабскую Республику? Об этом поговорим с гостем программы, директором туристического агентства Еленой Бурулевой. Лена, доброе утро. Доброе утро. Ну что, вот сейчас в некоторых городах невозможно купить туры в Египет. Сокращают ли продажи путевок туроператора и турагента Тюмени? Да, конечно. На данный момент нет программ в Египет. Все рейсы закрыты, все продажи закрыты. Сейчас только рейсы занимаются тем, что вывозят туристов из Египта. По данным ассоциации туроператоров и по данным Ростуризма, к первому сентябрю не должно остаться ни одного российского туриста на территории Египта. Вот по вашим прогнозам, как долго мы не сможем отдыхать в Египте? Здесь невозможно никаких прогнозов дать. Есть заявленные рейсы на школьные каникулы, на осенние, и операторы не снимают этих рейсов. То есть они есть в базе данных, их можно как бы продавать, но пока никто их не покупает. Если честно, я думаю, что этот момент будет еще и отложен, потому что все-таки риски достаточно высокие. А есть данные, как много тюменцев сдают путевки? Тут видите как, после того, как объявили, никто не хотел сдавать путевки. Только из-за того, что рейсы сворачивались, и мы предлагали туристам, то есть мы их обзвонили, мы говорили, что у вас есть возможность отказаться от этой поездки и перенести либо на другое направление, либо вернуть денежные средства, то есть на ваше усмотрение, что вы хотите. А туристы неохотно на это шли, только уже после того, как уже по всем каналам пошли рекомендации МИД. Только тогда туристы стали отказываться от поездок. Поэтому сказать, что отказываются и пишут массовые заявления, нет. Таких мало. То есть есть единичные случаи, получается? Абсолютно единичные. То есть они, в принципе, получилось так, что туристы, которые любители Египта, которые с года в год туда ездят, которые знают, что периодически у них бывают такие ситуации, они не боятся туда ехать, что, в принципе, удивительно для нормального человека, но, тем не менее, они вынуждены были отказываться, потому что рейсы снимали. А те туристы, которые находятся в Египте, они не захотели возвращаться досрочно. То есть у нас нет ни одного туриста, который бы позвонил и сказал, вывезите меня заранее. Более того, сегодня вот большая партия туристов возвращается, и последние, по-моему, туристы через два дня тюменские возвращаются. Все, на этом наши туристы заканчиваются. Но ни один из них не попросил даже в самый пик активности. Дайте рекомендации для тех, кто хотел бы вернуть деньги за путевки. Что надо делать? Ну, понятно, ты приходишь к туроператору-турагенту, да, говоришь, верните мне деньги. Но здесь ведь не все так просто. Поясните, да, давайте поясним для наших телезрителей то, что деньги туроператор-турагент у себя не держит. Эти деньги находятся, ну, там, в оплате за отель, за перелет. Да, вы абсолютно правы. Дело в том, что действительно никто не держит эти деньги, никто не планировал никак эти деньги использовать, там, украсть, не вернуть, потому что негатив тоже есть. Да, они, конечно же, они перечислены за оплату за перелет, за проживание и так далее, и так далее. Вот, поэтому туристу, конечно, нужно прийти и написать заявление. В зависимости от того, что он пожелает, то есть можно перенести на любое другое направление, можно отложить вообще, в принципе, поездку эти деньги, оставить как депозит. Если кому-то уж прям вот срочно надо, чтобы это возврат, надо понимать, что это не быстрое дело, потому что чрезвычайная обстановка не запрограммирована, не запланирована финансово, никто не держал такую, ну, подушку безопасности финансовую именно, что все туристы придут и всем нужно вернуть деньги. Поэтому любое заявление рассматривается, там, определенный срок, в зависимости от того, какой у вас договор, с кем заключен, там, 10 дней, 2 недели. После этого уже принимается решение о том, чтобы эти денежки возвращать. Ну, максимум срок, какой максимальный, что через 2 недели, там, или в течение месяца должны вернуть деньги? Ну, я думаю, что основная масса все-таки получит деньги вот в течение 2 недель, месяц. Те, кто именно просит деньги, но таких тоже мало. Основная масса все-таки просит отпуск поменять на какой-то другой вариант. Вот, да, я и хотела как раз уточнить. В большинстве своем люди меняют, получается, меняют направление, доплачивают, наверное, все-таки Египет, да, это не самый дорогой уровень. Конечно, повезло, конечно, тем, у кого оплачен был Египет, раннее бронирование и глубоко вперед. То есть, например, там, те же осенние каникулы, там, зима и прочее. Там возможности, что вот появляются рейсы из Тюмени, там, в Арабские Эмираты, Хайнань и так далее. Они могут просто перенести свой отпуск, поменять, заблаговременно, подобрать хороший вариант. Не повезло тем, у кого вот было впритык, четкие фиксированные даты, потому что Египет – это самая такая, ну, скажем так, экономная категория, когда вы можете за меньшее средство попасть в хорошие условия, соответственно, ни Турция, ни Хорватия, ни Кипр, которые близкие по направлению, по безвизовости, скажем так, они не могут предложить, тем более в августе везде и всюду самые максимальные цены, нет билетов, и, конечно, тем туристам, которым вот-вот было вылетать в середине августа, им очень не повезло. Но, опять-таки, есть ведь выход из ситуации, можно же деньги не забирать, да, ну, отпуск перенести на некоторое время. Там есть среди кюменцев те, кто деньги оставляет у туроператоров, у турагентов и говорят, знаете что, вот у меня есть там частичка отпуска в декабре, вот я поеду в декабре. Есть, есть, и это уже на базе опыта, почему так сложилось, почему такие варианты предлагаются, потому что была такая ситуация несколько лет назад, вы знаете, когда точно так же было предложено туристам оставить это в качестве депозита и выбрать любое другое направление. Скажу больше, что некоторые туристы даже вот так же было где-то по осени, да, и туристы воспользовались и весной, и летом, и никто не пропал, никакие средства не пропали, никакие обязательства не пропали. То есть здесь надо быть абсолютно спокойным, уверенным, потому что если вы оформляете тур надежного оператора, у вас есть все официальные документы, то, соответственно, все это абсолютно официально будет перенесено на тот срок, на какой вы хотите, и, возможно, ваш вариант даже будет удачнее, чем тот, который вы выбрали сейчас. Слушайте, ну вот из ваших слов я понимаю то, что тюменцы достаточно спокойны, никакой истерии не наблюдаются, потому что если залезть в всемирную паутину, посмотреть, что пишут там, там деньги вы не вернете, это крайне сложно, значит, агентства ждут, ждет крах тех, кто вот работал там по направлению в Египет, но, в большинстве, все спокойно, ведь есть закон, да, и все же работают в рамках этого закона. Мне, конечно, очень жаль туроператоров, потому что им действительно придется найти определенное количество наличных средств, чтобы выдать туристам, это действительно тяжело, но что касается наших тюменских туристов, может быть, действительно, опыт прошлой ситуации как бы помог, действительно, истерии как таковой нету, то есть я больше вам скажу, что туристы, которые там отдыхают, и даже вот по прошлому разу, ведь у нас тюменский рейс возвращали на день раньше, чем должно быть через Екатеринбург, и их вывозили автобусами до Тюмени. Вы не представляете, какой был негатив от этого, что людей лишили одного дня отпуска, и что их везли вместо того, чтобы прямым рейсом на Тюмень, их везли автобусом из Екатеринбурга, то есть вот это был негатив, то есть люди были недовольны, им испортили отпуск, и совершенно не было никаких вот моментов негатива по поводу возврата. Да, конечно, есть определенная категория туристов, у которых фиксированный отпуск, фиксирована сумма на отпуск, и в Египте для них выход. Таким туристам меньше всего повезло, но и для них есть вариант, то есть ведь каждый случай очень индивидуальный, то есть это можно подобрать. Ну тут все зависит от добросовестности туроператора, турагента, от его адекватности и профессионализма, да? И желание работать вот вместе сообща, а не то, что просто выдвигать какие-то ультиматы, потому что действительно, я почитала тоже накануне, что пишут, есть возмущения разные, есть ведь возмущения, что что же вы нам прикрыли, этот Египет, вы хотите срубить с нас больше денег, вы хотите продать дорогие направления, такие тоже возмущения есть. Для любителей Египта остались регулярные рейсы, да, чартерная программа свернута, а регулярные рейсы, пожалуйста, пожалуйста, покупайте, летите. Если люди хотят на свой риск и страх, как говорится, лететь, что бы вы им посоветовали? Ну, прежде всего, если они летят, как они говорят, ради прекрасного моря, дайвинга и прочего, то не выходить за пределы курорта, не выходить даже за пределы отеля. Отели достаточно большие по территории, то есть там можно прекрасно проводить время, не выходя, вот. Не ездить ни на какие экскурсии далеко, да, то есть это Каир, это Луксор, это тот же самый Израиль, потому что это достаточно большие передвижения, и что может произойти, непонятно. Ну, естественно, по-первых, обязательно, если вы, скажем так, неорганизованный турист, то встать на какой-то учет, отметиться, что вы пересекли границу, то есть ближайшую какую-то гонзурскую службу. Если вы летели через туроператора, то вам необходимо, чтобы гид знал, что вы здесь, во всех ваших передвижениях. Ну, и, естественно, не провоцировать никаких там резких высказываний, критик местным жителям, потому что неизвестно, что и как, потому что эффект толпы, эффект какой-то такой вот общей нестабильности, он может сказаться на любом и даже на обслуживающем персонале. Ну, хотя, хотя, каждый нормальный египтянин понимает, да, если вот не идти за массой, за толпой, за вот этой энергией негативной, которая у них там сейчас есть, каждый понимает, что туризм – это для них, ну, золотое дно, то есть они все заинтересованы в наших туристах. Да, по сути, неважно, кто придет к власти, главное, чтобы туристы приезжали, ведь это их основной заработок. Лена, спасибо, что это утро встретили вместе с нами. Удачного дня и хорошего настроения. Спасибо.